Здравствуйте дорогие друзья, с вами Павел Багрянцев и в этом видео я вам расскажу 10 основных правил самого богатого человека в мире Уоррена Баффета. Правило первое – реинвестируй доходы. Когда Уоррен Баффет вместе со своими друзьями учился в старших классах, они все заработанные деньги вкладывали в покупку автоматов для пинкбола, которые устанавливали в различных заведениях. Та выручка, которая появлялась у молодых ребят, они ее не тратили, а покупали новые автоматы и спустя некоторое время, а именно к 26 годам, у Уоррена Баффета уже было состояние 174 тысячи долларов, что по современным меркам более миллиона долларов. Правило второе – будь готов отличаться. Никогда не принимай решения, полагаясь на то, что говорят окружающие тебя. Когда Уоррен Баффет начал управлять деньгами, он собрал с нескольких инвесторов 100 тысяч долларов, на что ему все говорили «Да ты чудак, слушай давай на все деньги жвачки купим, а? Пойду еще пять автоматов куплю» и ему все предрекали провал. 14 лет спустя Уоррен Баффет закрыл свое партнерство и оно стоило более 100 миллионов долларов. Как вам? Для Уоррена Баффета рынок – это всего лишь то, что делают все остальные. Уоррен Баффет всегда глядит глубже и смотрит наперед. И сравнивает себя только по своей внутренней шкале и только с самим собой, а не с окружающими. И у него свои стандарты, а не общественные. А, да. Правило третье – не соси большой палец. Да-да, именно так называется правило Уоррена Баффета, и это придумал не я. Что он под этим называет? Перед тем, как ему предлагают какую-либо сделку или инвестицию, он изначально все просчитывает и изучает этот вопрос. Поэтому, когда во время переговоров перед ним встает вопрос, вступать в сделку или не вступать, он задает два вопроса – какие его выгоды и сколько денег он заработает. И ему достаточно всего лишь нескольких секунд, чтобы принять решение и дать ответ. Уоррен Баффет говорит, зачем медлить, зачем сосать большой палец. Нужно действовать прямо сейчас и сразу. Правило четвертое – договаривайся обо всем на берегу. В детстве у Уоррена Баффета была такая история, когда его дедушка, Уоррена и его приятеля попросил помочь в магазине. Они таскали тяжелые мешки целых пять дней, и после того, как они переделали всю работу, дедушка им дал всего лишь 90 центов на двоих. Уоррен Баффет был очень расстроен и после чего на всю жизнь усвоил этот урок – 90 центов им дали на двоих. Правило пятое – в бизнесе нет мелочей. Уоррен искренне удивлялся и восхищался своим другом, который взял и в своем офисе покрасил стену, которая выглядывала на дорогу. Поскольку остальные стены на дорогу не выглядывали, их было не видно, он их красить не стал и, соответственно, сэкономил на краске. Как говорит Уоррен Баффет, если везде так экономить, то в итоге получится приличная сумма, которую можно куда-то вложить. Правило шестое – жили по средствам. Кредиты, долги, все больше не могу. Как считает Уоррен Баффет, что кредит еще никого не сделал миллионером, а кредитная система направлена лишь на то, чтобы разорять человека и выманивать у него денежки. Именно поэтому он всегда пробовал все свои дела начинать только на свои средства, по максимуму копить, экономить для того, чтобы их вложить и никогда ни у кого не занимал. Но если так оказалось, что у вас есть какие-либо долги, то Уоррен Баффет предлагает договориться с кредиторами на минимальный платеж по кредиту. А после того, как вы расплатитесь с этим кредитом, обязательно направить остальные деньги в нужное русло. Нет, не пропить. Правило седьмое – будь настойчив. Баффет однажды очень сильно восхищался одной женщиной и даже купил ее компанию. Она была русской иммигранткой и в 1983 году он купил сеть ее магазинов, известную по всей Америке. Она начала с обычной работницы – маленького мебельного магазина. Но уже через десяток лет это огромная империя. И Уоррен Баффет считает, что настойчивость и упорство с меньшим капиталом в итоге даст вам больше результат. И у вас есть конкурентное преимущество. Может мебелью пойти торговать? Правило восьмое – вовремя выходи из игры. Однажды в юности Уоррен Баффет трижды поставил на скачках. Когда он сделал это первый раз, он проиграл, чтобы отбить деньги, он решил поставить второй раз и вновь проиграл. И только после того, как он третий раз проиграл, он навсегда усвоил этот урок и перестал этим заниматься. Он вышел из игры. Чего и вам советую. Если вы видите, что дело тянет вас вниз, выходите из него вовремя, чтобы не оказаться без штанов. Правило девятое – оценивай риски. Я думаю, здесь все и так понятно. И правило десятое – выясни, в чем смысл успеха. Кстати, Уоррен Баффет никогда не измерял свой успех исключительно долларами. А точнее, вообще не измерял его долларами. Оглядываясь на количество прожитых лет, Уоррен Баффет с твердостью утверждает, что смысл и успех – это когда очень много людей тебя действительно любит, уважает и тебя очень ценит. Поэтому смысл в том, чтобы завоевывать доверие и любовь людей. И чем этого больше, тем более успешными вы являетесь. На сегодня это все. С вами был Павел Багрянцев и десять уроков от Уоррена Баффета. Если вам понравились эти уроки, ставьте лайк, поделитесь с вашими друзьями, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. И обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав красную кнопочку. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok